Здравствуйте! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка» и в гостях у нас сегодня золотая девушка советского кинематографа Наталья Оренбасарова. Я почему говорю «золотая»? Потому что ваши первые награды в 66-м году – «золотой кубок». Сразу прям золото и начали. Помните, как это все было? Да, помню, конечно. Это было такое яркое впечатление, поэтому все помню. Ведь я, насколько понимаю, в середине 60-х годов советские люди не особенно вообще и за границу-то выезжали. Не то что в Венецию, а вообще и в Болгарию непросто было поехать. Вот выезд за границу был связан с какими-нибудь там собраниями, там, какими-то решениями. Как это происходило? Не, ну каждый выезд за границу – это надо было проходить… Собеседование. …комиссию на Мосфильме, потом в Горкоме партии, по-моему. Вот. И я всегда очень волновалась. Я, правда, почему-то на комиссию на Мосфильме меня не приглашали, а сразу в Горком партии. Вот. И там могли задать любые вопросы. Поэтому я, не читающая газет и ничего не понимающая в политике, я читала газеты. А меня никогда ничего не спрашивали. Меня спрашивали, где я снимаюсь, значит, про моих детей. И потом, значит, выпускали за границу. Один раз только, я помню, в Болгарию, значит, я собиралась. И вдруг начала она мне задавать вопросы. Одна женщина из комиссии. Вот. И я ей отвечаю, я отвечаю. Она говорит, вы неграмотно выражаетесь, значит, язык у меня не очень политический, понимаете. Я говорю, знаете что? Если я вас спрошу что-нибудь оболеть, вы тоже, наверное, будете неграмотно выражаться. И она замолчала. Выпустили. Выпустили. В Болгарии. Могло ли прийти в голову тогда, там, не знаю, в 60-х годах, что когда-нибудь Казахстан станет за границей для живущих в Москве? Нет, не могло прийти в голову такое. Вот. И для меня, конечно, это большая потеря по жизни, что вот наши страны разъединились. Хотя я очень горжусь Казахстаном. Он как-то очень развивается. Очень красивая страна. И как-то и всплеск в искусстве есть. Кино там прекрасное. Очень много музыкантов. Вообще казахи очень талантливый народ. Очень музыкальный народ. Вот. Певцов много. Вот. И... Ну, тем не менее, для меня это было, конечно, ужасно. Потому что я снималась в основном в Казахстане. Вот. И после того, как распался Союз, уже меня приглашать стало сложнее. Почему? Ну, все дороже стало, понимаете. А, в этом смысле. Да. Вот. Но, тем не менее, меня приглашали. Вот была первая К-продукция «Франция-Казахстан». Фильм «Слабое сердце». Как раз вот это пришлось на момент, когда менялись деньги в Казахстане, когда вводили тенге. И мы фильм снимали, в общем-то, бесплатно абсолютно. Нам даже министр кино выдавал деньги из своего кармана на бензин, чтобы мы могли выехать на съемку. Вот. Ну, это... Ну, а сейчас, конечно, все по-другому. Но все равно меня приглашают часто на фестивали. Когда последний раз были в Казахстане? Ну, по-моему, позапрошлым летом я была. Это столетие века отмечалось. У нас была чудная поездка в Астану, потом в Алма-Ату, в компании замечательные. Вот. И нас очень хорошо принимали. Вот. И, конечно, я люблю Казахстан. И желаю, чтобы это была одна из самых красивых, самых лучших стран в мире. Потому что там живет мой народ. Вот. Но жалко. Про ваш народ хотел бы уточнить. Знаете, обычно в биографиях пишут там отец там водитель, мать бухгалтер, там отец режиссер, там мать циркачка. А у вас написано «отец казах, мать полька». А кем был ты, отец казах? Мой папа был военный. Казахстан был военный. Вот. Он пошел офицером уже на войну. Он защищал Москву под Ленинградом, на Синявских высотах, под Оржевом он воевал. И, в общем, после каждого сражения попадал в госпиталь. И потом его уже отправили учиться в Академию Фрунзе. И во время войны они с мамой познакомились на улицах Москвы. А что полька делала в Москве? А мама моя из тех поляков, которые были беженцы в Первую мировую войну. Вот целая семья приехала. Мой прадедушка Франц, прабабушка Мальвина. Вот с пятью детьми приехали. Вот. И вот родилась мама моя. Но уже вот в городе, в Рыбинске она росла. Я видел, что, кстати, мы про Казахстан говорили, есть почтовые марки с вашими, ну, с вашей героиней, с изображением вашей героини. Да? Я не видел. Вы не знаете? Нет. Не видел. Я обязательно вам покажу. Просто мне кажется, что даже у крупнейших голливудских актеров не всегда складывается так, чтобы их персонажи... Это песня «Маншук», наверное. «Первый учитель». А, «Первый учитель». Мне кажется, да. Это же, собственно, первая лента, да? «Первый учитель». Да, 50... Сколько? В 64-м году мы снимали. Получается, 55 лет выходу в фильм. Да. Вы, когда снимали, ну, работали над этой лентой, было ощущение, что это будет вот нечто такое судьбообразующее? Или голова была чем-то у девчонки занята совсем другим? Нет. Мне было страшно интересного. Очень трудно. Очень я волновалась, потому что ничего не умела. Вот. Меня режиссер все время ругал. Все время ругал. Когда вы говорите режиссер, вы имеете в виду Андрея Сергеевича Кончаловского, вашего будущего супруга. Да. Он меня никогда не хвалил. А актеров надо хвалить. Тем более начинающих. Я бы тогда в лепешку бы расшивалась. Но я, правда, и так очень старалась. Вот. Но он меня все время ругал. И даже был такой момент, когда я разрыдалась вечером. Вот. И сказала, все, я уезжаю. Я же не понимала, что у меня договор, и я не имею права. Я уезжаю. Берите другую девочку. Я вам все испорчу. Ваш диплом. Это была его дипломная картина. Вот. И он страшно испугался. Потому что он уже знал мой характер такой упертый. Он сказал, нет, нет, что ты. Ты все правильно делаешь. Ты очень способна. Это я просто тебя специально ругаю, чтобы ты еще лучше играла. Ну и продолжал меня ругать. А он только вас ругал или вообще у него такое отношение к актерам? Ну он вообще был строг. Нет, ну там же вот, если вы помните фильм, там много детей снималось. Их он хвалил. И даже когда, значит, они что-то хорошо делали, он давал поносить свои часы им. Да. И один мальчик подошел к нему и сказал, Андрей Сергеевич, дай мне поносить часы насовсем. И это. А меня он вот никак не поощрял. Хотя я, в общем-то, недалеко от них по возрасту ушла. В какой момент вы поняли, что он вас рассматривает не только как перспективную актрису, но как и спутницу жизни своей, как жену? В какой момент? Да. Ну это, я помню, что он уехал в Москву сдавать материалы или показывать руководство в Москве, не знаю. В общем, он уехал на три дня. И я слонялась по этому высокогорному аулу, орала. Ходила, переживала, думаю, а вдруг он не приедет? Что будет? Вдруг он не приедет? И он вернулся. Вечером мы с ним встретились на нашем дереве, где мы всегда сидели и разговаривали. И он мне вдруг говорит, ты знаешь, я ехал в троллейбусе, и вдруг мне пришла в голову мысль, что мы можем с тобой пожениться. И я, говорит, на секунду ослеп. Я на него смотрю. И вот тогда, значит, он сказал мне, что мы с ним поженимся. Но это где-то было в конце лета. Ваш сын Егор Кончаловский, тоже режиссер, человек кино. В какой момент вы поняли, что он пойдет по стопам Пашем, по стопам отца, когда он станет кинематографистом? Или это вообще как-то стихийно сложилось? Это сложилось, мне кажется, стихийно. Потому что, когда росли, они такие были вообще шалопы. Они это кто? Ну, он, его друзья, шалопая. Было какое-то кафе «Синяя птица», что ли. Было такое, да. Да, было такое кафе. Вот они там собирались. А я ему всегда говорила, Егор, у тебя такие возможности. Ты можешь подойти к Олегу Павловичу Табакову. Он часто у нас бывал на даче. И они его называли со Степой Лелик. Со Степой Михалковым. Да, со Степой. Он их часто подвозил в Москву. Я говорю, попросись к нему на репетицию. Это, говорю, очень интересно. Он, да ну, мама. Я говорю, что вы там сидите в этой «Синей птице» в прокуренном помещении, когда можно очень интересно проводить время, используя. Но так он, по-моему, ни разу не внял моим советом. Вот. И потом вот уехал учиться в Англию. Он закончил факультет философии, изобразительного искусства. А потом вдруг вернулся в Москву и стал снимать клипы. Рекламу, да. Да, рекламу, клипы. И видно, значит, все-таки ему это понравилось, быть режиссером. А что вам нравится из его режиссерских работ, вот как по кино? Ну, я помню фильм «Затворник», самый первый его фильм. Да. Да. И я помню, мам, давай, смотри. Значит, я села смотреть. И первый же кадр, когда вот этот «Затворник» руку под дождь подставляет, значит, и вот это все. И я подумала, ой, боже мой, какой мы все нафталин. Да. Я увидела, что совсем все по-другому снимается. Вот. И экшен такой, и напряжение. Вот. И мне этот фильм очень нравится. Мне нравится он тем, что весь фильм, смотришь в напряжении, очень страшно. И в то же время нет ни одного кровавого кадра, ни капли крови нет, понимаете? А страшно. Вот то, что умел делать только Хичкок. Кстати, да, у него там в птицах, допустим, вообще вроде бы ничего не происходит уже такого, да. Вот. И этот фильм мне понравился, и Балуев, замечательный артист, и Мордвинова. Вот. И вот так вот он начал снимать фильм. Потом, конечно, антикиллер. Я учусь в университете пилологическом. Очень крутая картина. А вы с ним обсуждаете ваши работы в кино? Мои? Да, конечно. Нет. Они даже многих и не видели. Ну, не может быть. Не видели. А когда вы говорите, а нет, вы кого имеете в виду, кроме Егора? Он и моя дочь Ката, которая тоже режиссер, которая очень активно работает, снимает сериалы. По два, иногда даже по три сериала в год. Нет, Катя, она смотрит. Я помню, маленький Егор, ну как маленький, ему было лет десять. По телевизору показывали фильм «Джамиля», по Чингизу Айтматову. Я говорю, садись, посмотри. И он сел со мной, мы сидели, смотрели. Он сидел, крепился, крепился. А там идут сцены, где мы издеваемся над этим хромым Данияром. Там, по-моему, мешок очень тяжелый, вот всячески его третируем. И, значит, он сидел, крепился. А потом вдруг как зарыдал и набросился на меня с кулачками. Говорит, мама, как вы, зачем вы над ним так и сняли? Я говорю, Егорушка, это не я, это моя героиня. Нет, нет, это же ты, ты. Вот это была, по-моему, единственная в жизни такая вот его реакция на мою работу в кино. Очень такая яркая, эмоциональная. Сейчас очень многие говорят, особенно в связи с тем, что в 20-м году ушли такие титаны, как Джагарханян, Гафт покинулись, что уже сейчас не появляется актеров такого масштаба. Вы считаете, это просто из поколения в поколение такие песни поются, что ушли кумиры на нашем детстве и новых не будет? Или действительно не появляются сейчас актеры такой харизмы? Нет, я так не считаю. Конечно, Джагарханян великий, любимейший артист и Гафт тоже. Вы же с обоими работали, снимались. Да, я с ними снималась, да. Ну, правда, немного. С Гафтом у меня был один эпизод в фильме «Ночь на 14 параллели», где я играла японку, значит, разведчица. Она работает как бы проститутой, но на самом деле она разведчица. И вот, значит, у меня в моей карьере творческой всего поцелую я с Бишин Алиевым в первом учителе и с Гафтом. А, нет, еще вот предпоследний мой сериал, я снималась с Гастюхиным, вот тоже великий актер, великий артист, мощный. И там у нас роман с ним, мы два старика, вот он за мной ухаживает, и в конце концов мы женимся, и нас с вами, конечно, целуемся. Вот, и я помню съемки с Арменом Борисовичем, это был фильм совместный с Венгрией, снимал венгерский режиссер Томаш Тотт, и я играла там шаманку, вот, а он играл как бы мужа, что ли, моего или нет, у нас была даже сцена, где мы садимся в ванную вдвоем, вот, но я в костюме, у меня костюм такой шаманский, дерево, значит, на голове, завитый вуалью, вот, ну, какой-то ритуал, я уже забыла, вот, но я помню, что, знаете, я всегда нервничаю, когда съемка, я очень собрана, Армен Борис сидел спокойненько, попивал чаек, там, кто-то такое, что-то там опаздывали, все, он ни на что не реагировал, как бы себя, вот, приучил по жизни, значит, беречь до съемки, вот, но зато в кадре у него такая энергия шла, всегда морская, которую чувствовали все, все женщины Советского Союза. Кстати, вот, Никита Сергеевич Михалков, он кем вам приходится, как это называется, брат мужа? Кто он, деверь? Это деверь, да, называется? В самом деле, да. А вы следите за его телевизионными работами, он же сейчас телеведущий, у него есть проект... Бесогон? Бесогон, да. Ну, я иногда смотрю, да. Да, что скажете? Ну, очень интересно, вот, он молодец, я только всегда думаю, как он не боится, вдруг его убьют? Да кто ж его убьет, он же Михалков, ну, кто-то может на Михалкова покуситься. Ну, почему-то тревожно, вот, ну, я, конечно, очень уважаю его за то, что он так глубоко переживает все, что происходит с нашей страной, в нашей стране, вот, и сделает такие острые передачи. А вы переживаете, или вы переживаете только по поводу Казахстана, или Россия тоже для вас страна родная, вы переживаете? Я Россию люблю. Я, я все-таки выросла на русской культуре, на русской литературе, русский язык для меня родной, вот, и я Россию очень люблю, я родилась в Москве, вот, и, я очень ее чувствую, хотя, и чувствую свои азиатские корни очень. В чем это проявляется? Вот, вот, вы себя азиаткой в чем ощущаете? Ну, наверное, в сдержанности такой, вот, вот, азиатским женщинам свойственно это. Я не говорю про современных, сейчас все как-то немножко поменялось. Да, поменялось, да. Вот, а вообще, вот, казашки, они же никогда паранджи не носили, и всегда голос жены очень имел большую силу, вот, и в них какое-то свое достоинство есть стать, сила, мудрость, вот, и я это в себе чувствую. Ваш сын, кстати, жаловался на вас, что вы не даете ему возможность заниматься ему с собой, что он хочет сесть на диету, и говорит вам, что я сажусь на диету, а вы в ответ ему тазик свиных котлет. Это тоже такая азиатская мама, так вот? Ну, хочешь ешь, хочешь не ешь. Ну, как можно не съесть то, что мама не готовила, я думаю, это опасно. Кроме него еще есть народ в доме, вот, но, конечно, когда готовятся эти запахи в доме, то, наверное, трудно устоять и не поесть. Про кино. Вы сказали, что сейчас есть молодые, интересные актеры, актрисы. Вы можете кого-нибудь конкретно назвать, кто нравится вам, каким вы следите? Мужчины у нас просто гениальные актеры, но, правда, это уже не молодежь, это Балуев, там, Маковецкий, Миронов, Машков. Ну, это, да, это не юноша, прямо скажем, да. Вот. А молодые тоже есть прекрасные. Мерзликин, ну, тоже он как бы среднего. Ваш сын собирается, по-моему, снимать Никиту Ефремова. Вы видели что-нибудь, что играет Никита Ефремов? Где-то я его, нет, не видела, наверное. А, это, наверное, в интернете я видела его фотографии. Вот. Я очень люблю Мишу Ефремова. Когда случилась такая беда с ним, как вы относитесь к этому? Да, да. Беда, вот. А я помню, как он играл Дубровского. Я в него сразу тогда влюбилась. Он замечательный был в Дубровске, несмотря на то, что Ливанов был когда-то, помните, еще в форум моей молодости. Ну, и потом, вот, мне кажется, Миша может играть все. Все. И комедию, и трагедию, и все. Вот. Ну, я надеюсь все-таки, что его выпустят пораньше, потому что время идет, и мы очень многих ролей можем лишиться его. Знаете, Ширин говорил, что раньше проблема была с актерами, ну, вот, того поколения, что они все достаточно основательно выпивали, а что с молодыми другая проблема, что с ними не выпьешь, что они все занимаются здоровым образом жизни. Как вы считаете, люди, вот, вашего цеха, богемные, они все-таки должны позволять себе расслабиться? Или они даже должны... Ну, это очень индивидуально. Если ты чувствуешь, что это действует на твое здоровье и на твою голову, то лучше не пить. Хорошо. Лучше ходить в спортзал. Вот. Но, конечно, такая жизнь, когда тебя любят, тебе все время предлагают выпить, посидеть в компании, обижаются, когда ты не соглашаешься, вот, то соблазнов много. Вот. Но надо держаться, если ты профессионал, надо... Ну, это, наверное, распространяется только на мужскую часть цеха. Вряд ли девушкам предлагают выпить. Или в вашей биографии случалось, что предлагали... Ну, почему? Бывало и так, что и женщина... Вон, Марченко, помните, была чудная, очаровательная актриса, которая «Белые ночи» играла у Пырьева. Вот. Очень красивая. Вот. Я потом... Она жила в моем районе, потом ее видела в этих очередях в винный магазин, совершенно опустившуюся. А жалко, она очень хорошая актриса была и хороша, была необыкновенна. Вот. Ну и бывало такое. Вот. Изольда... Ой, забыть. Сейчас вылетел из головы. Которая 41-я играет. А, да-да-да-да. Извицкая. Да. Вот. Тоже, говорят, она... Серова. От этого уж все погибли. Угу. Вы выпиваете сейчас? Ну, можете позволить себе бокал другой? Я могу себе позволить выпить рюмочку, там, две. Вот. Но сейчас уже мне и нельзя. Не стоит мне по здоровью. Сейчас больше лекарств выпиваешь, чем рюмочек. А мне кажется, это связано не с возрастом. Мне кажется, сейчас время такое, что сейчас все уже лекарствовать хватит. Сейчас уже молодые тоже на таблетках на каких-то сидят все. Да-да-да. Вот. А так, конечно, праздник. Вот. Мы с вами советские люди. Мы там родились в СССР, мы там жили. Вы по-прежнему, вот, когда наступает какой-то такой, ну, что называется, советский праздник, я не знаю, там, 7 ноября, там, 1 мая, вы его как-то вспоминаете как праздник? Или вы полностью переключились уже на новые праздники? 7 ноября как-то очень так легко забылось. Не знаю почему. Может, потому что я очень не люблю революции. Вот. А, значит, а 1 мая, ну, специально не отмечаю, но праздник как бы весны, что ли. 8 марта не люблю я. Почему? Не люблю какой-то искусственный праздник, когда женщин поздравляют, носят их на руках. Нужно каждый день поздравлять женщин и носить на руках. Ну, вам-то, наверное, грех жаловаться. Мне кажется, что вас всю жизнь на руках носили, нет? Мне грех жаловаться. Мне просто за других обидно. Понятно. Вы знаете, мы заканчиваем программу, всегда у нас есть золотая рыбка. Вот зовут нашего крася дяди Володя. И мы всегда просим наших гостей, чтобы они загадали какое-нибудь желание дяди Володи. Какое будет у Натальи Альбасаровой пожелание? Пожелание? Да. Прямо вот отсюда? Да, прям вот ей, да. Как зовут? Дядя Володя. Дядя Володя. Так мы его папу звали. Его имя Теуле казахское. Но так как многие не могли произнести, звали его Володя. Дядя Володя, дядя Володя, сделай так, чтобы закончилась эта эпидемия вдруг раз и прекратилась. И все бы сняли маски, и снова бы мы все обнимались, целовались, общались, не боялись, не шарахались друг от друга. И еще хочу пожелать, у меня такое ощущение, какое-то очень напряженное сейчас в мире состояние, вот я это напряжение чувствую. Я хочу, чтобы вот это напряжение ушло, и все полюбили Россию, и Россия стала самой лучшей страной в мире. Не могу не присоединиться. Огромное вам спасибо и за разговоры за пожелания. Спасибо. Спасибо.